Вход без масок и перчаток запрещен. Подобный призыв жителей и гостей республиканской столицы по соблюдению профилактических мер в распространении коронавирусной инфекции можно увидеть на входных дверях, магазинах, аптек, различных салонов и не только. А вот придерживаются ли горожане санитарных норм, соблюдают ли масочный режим в общественных местах, наша съемочная группа узнавала, присоединившись к рабочей группе, в которую вошли представители мэрии Черкеска, Роспотребнадзора, а также сотрудники полиции. Тему продолжит Александр Коваленко. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Уверен Валентин Павлович и в общественных местах появляется только в медицинской маске. Да и антисептик всегда в кармане. У нас просто народ не привык, думает, что все хорошо, а хорошо только то, что хорошо кончается. Вот вакцина будет, будете прививаться? Обязательно. Но таких бдительных горожан, как Валентин Гуминский, как выясняется, совсем немного. В связи с этим мэром Черкеска Алексеем Баскаевым было принято решение усилить разъяснительную работу с гражданами по профилактике COVID-19. Посетив с проверкой всеми излюбленное место, где можно отведать горячие бургеры, члены комиссии отмечают, что в заведении общественного питания соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Здесь выдерживается дистанция, есть все средства индивидуальной защиты, как для посетителей, так и для работников. Также и Д-средства для обработки поверхностей. В зале есть рециркулятор воздуха, но и есть большой минус, где сами посетители по поводу ношения медицинских масок лишь отшучиваются. Нарушений мы не выявили. Там есть разграничения, есть моющие, дезинфицирующие средства в достаточном количестве. Персонал работает в масках и перчатках. Перед началом рабочего дня проводится термометрия. Есть журнал дезинфекции помещений. В этом же продуктовом магазине, где час пик приходится на обеденный перерыв, в ходе проверки выясняется, что не выполняется ни одно санэпид-требование. Рабочей группой был составлен акт обследования, где отмечены все недочеты заведения, которые необходимо исправить в ближайшие дни во избежание приостановки деятельности работы магазина. Действительно, нарушения серьезные. Это отсутствие разметки, отсутствие информации, моющих, дезинфицирующих средств. Это не соблюдение правил по измерению температуры перед началом рабочего дня работников. Николай Валентинович уверен, что в его организме есть антитела к новому вирусу. Но медицинская маска на всякий случай не помешает. Вон висит в машине. Я забыл о детях. Уже умный иммунитет выработался. То есть вы переболели? Да. А скажите, пожалуйста, как относитесь к прививке? Нормально. То есть будете делать? Обязательно. Сотрудники Роспотребнадзора призывают жителей республики не пренебрегать медицинскими масками, средствами индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию. Александра Коваленко, Роберт Жгутанов, Вести Карачаева, Черкесия.